Друзья, всем привет! Мы с Пексом идем проведать ту собачонку, которую вчера сбила машина вот здесь вот на этом перекрестке, вот на этом пешеходном переходе. Я вчера не заснял, не смог заснять, с собой не брал ни телефона, ничего. Ну и пришлось меня отсюда вынести туда, к ветеринарную, к ветеринарную клинику. Доктор Айболит называется. Сейчас мы с Пексом пойдем, проведаем, как там собачонка поживает. Ну вот, собственно, закрыто. Закрыто. А может открыто. Закрыто. Ладно. Зайдем попозже. Может они сегодня без прерыва и выходных с 9 до 8 часов. И отъехали, видать. Отъехали по делам. Пекс, ты куда пошел? Пойдем на рынок, иди сюда. Иди сюда. Пойдем за покупками. Пожрать купим. Идем мне пожрать купим что-нибудь. Да? Пошли. О, здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Пошли. Пошли. Красавчик. Идем. Рядом, рядом. Пекс, иди сюда. Рядом. Рядом. Пожрать купим. Пожрать купим. Пожрать купим. Иди сюда. А когда вы купите? Эй, эй, Пекс. Иди сюда. Нет, не туда. Пекс. Сюда нам. Пекс, нельзя. Ямблочки. Пинадорчики. Пекс, ты что делаешь? Ты что делаешь? Ой. Так, а ну-ка, иди сюда. Рядом. Пекс. Сказал, рядом. Здесь рядом. Рядом. Куда пошел? Рядом. Ну что, ты ходил за тобой? Пелял. Да. Ты что, сел? Да. Да. Ну что, вы уже? Молодец. Попил, попил. Так, зашел в магазин. Купил мороженое. Значит, у бабки у этой. Чего ты там? Пекс, оплёгся. Юрий. Юрий. Пекс, иди сюда. Юрий. Пекс. Не дружит он с тобой. Пойдем. В общем, бабушка там вот, которая, помидоры я покупал раньше. Говорит, цену, короче, 200 рублей. Ну, я там пока отошел, пока она там с другим клиентом начала. Я пока деньги достала. Подхожу опять, она говорит, уже 250. Я говорю, сколько? 250. Говорит, да, это ваша покупка. Я думаю, ну ладно, на тебе, на 50 рублей больше, чем ты, заранее, ранее озвучила. Но к таким продавцам я уже не буду подходить позже. Естественный отбор. Вот так вот. Так, Пекс, заходи. Заходи. А я узнаю, как собачка поливает. Я еще в блоге хочу записать, я видео посмотреть своим подписчикам. Че, мы сделали операцию, да? Еще нет. Завтра планируем операцию. А, да, я уже первые сутки вообще не ел. А, сейчас, слушай. Сейчас мы, конечно, не сбаливаешься, потому что от кастрации отходит от операции собачивания. Вот. Завтра будем планировать операцию. Так что, завтра я отзвонюсь либо вам, либо девушке. Ну, вообще, постараюсь и вам, и девушке отзвониться. Итак, пока будет. Я сейчас вам нашел, я хочу тебе 2 тысячи выплатить, чтобы помочь. А ты нашли собачку, которую это? Да, в тот же день. Девушка же была, же она взяла. Ой, необы. Красавчик. Ну все, выздоравливай. Как ты это? Бельчик его назвал. Бельчик. Бельчик, все. Вот все, и мы так проведали, в общем, этого Бельчик. Мы его назвали Бельчик, этого песика. Ну, я его назвал так, записать надо было как-то. Ну вот. Мои скромные вложения. Пусть песик будет здоровый. Малыш. Там девушка еще тоже что-то заплатит. Позвонят ей. Вот. Сказали же, завтра операция, наверное. В общем, не дай бог такой участи. Вот. Всегда жалко собачкам. Тем более, если на глазах она попала. Прям. И на моих глазах, и, можно сказать, по вине Пэкса. То, что он ее спугнул. Я себя чувствую. А я себя чувствую виновным. Вот. Ну, надеюсь, Пэкс мой не попадет в такую ситуацию. Вот он, красавчик, всегда дорогу переходит. Меня ждет. Пэкс, пошли! Ты все там застрял? Идем сюда. Пэкс! Хулиган. Что-то там унюхал. Что-то он унюхал. Друзья, ставьте лайки. За Бельчика держите кулачки. Пэкс! Давай, давай, бегом. Бегом. Что ты здесь нюхаешь? След поймал. Нашел какой-то след, наверное. След. Ну, а в дальнейшем эту Бельчика нашего, его, наверное, определят после операции, немножко там подержат, наверное, перевязочка, а потом еще будет дохаживать он в приюте. Я, правда, не знаю, надо будет потом зайти еще спросить, где этот приют, что за приют в Темрюке где-то собачий. Ну, для животных, я так понял. Не то, что собачий, а для животных бездомных, наверное. Там же можно и оставлять собачку, допустим, или кошечку. Ну, типа, как гостиница, это временный приют. Так, что-то он там все-таки нанюхал. Я на сучке здесь ходила и писала. И вот он на этот запах отвлекается, отвлекается. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, напишите, как вам песик. Этот песик мы постоянно гуляли, я же вам говорю, с Пексом. Он с ним играл. Играл с этим песиком, с этим малышом. Он еще маленький. Еще маленький. У него зубки еще такие молочные. Кстати, вот почему, когда я его держал, он меня пытался укусить. Но он так нежненько-нежненько и зубки у него не шибко острые, поэтому он вреда мне не нанес. Пекс! Вот бежит этот хулиган. Бежит, бежит. Давай, давай. Что ты там отстаешь? Не отставай, чтоб ты был у меня всегда в поле зрения. Датчик GPS вот уже должен прийти, что тут все долго-долго идет. Должен уже прийти. Повешу на нему еще датчик GPS, чтобы я уже конкретно знал, если он далеко где-то ушел, чтоб мне... Ты какашки теряешь, ты че? Сережа, где попало? Пекс! Ага! Нельзя. Это он так по-быстрому личинку отложил. Обычно он накладывает так прям на цветок сядет или на куст прямо сверху на куст, короче. Ай, ты, хулиган. Все, ставьте лайки, пишите комментарии. вот так вот он. Собаки пытаются с ним поговорить. Все вот эти, которые домашние, заборные охраняют, короче, зазаборные, я их не знаю, зазаборные, которые не видят такой свободы, как мой Пекс. А мой Пекс, вот я его посадил в будку, что люди, кстати, ему плюс, короче, он, все говорят, вот он сидит в будке, даже не гавкает, ничего, тихий, спокойный, как бы, красавчик в этом плане. А потому что я с ним гуляю по 15 километров, 10-15 километров в день. Вот. И сам ухаживаю, и собаку выгурию нормально. Вот. И он у меня сытый всегда. Естественно, он будет сидеть, отдыхать. Я ему сказал, еще он сидит, ждет, как бы, не хулиганит. А если собаку не воспитывать, не прогуливаться с ней, а чисто выйти, она пописывала, покакала, и сразу домой зайти, ну, это не прогулка для собаки. Ему надо энергию потратить куда-то, чтобы потом спать, отдыхать нормально. Вот. Так что вот так вот. Вот так вот и надо с собачками. Все, пока-пока, а то я видео затягиваю. Все, пока-пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.